Подскажите, можно ли крутить руль на месте? Мне все постоянно твердят, что нельзя. Смотрите, не все твердят, что его надо крутить в движении. Лично я, наоборот, всегда говорю, утверждаю, доказываю, аргументирую определенными моментами, что при парковочных действиях, при маневрировании, в каких узких местах, когда нужно сделать разворот в закрытом пространстве, когда мы периодически включаем переднюю передачу, заднюю передачу, чередуя это с кручением руля, я, наоборот, всегда говорю и топлю за то, чтобы это делать на месте. Рулем работать нужно на месте. Почему? Самый главный вопрос, почему? Потому что у вас будет четкость выполнения. У вас есть определенные ориентиры. Вы едете до какого-то уровня, поймали, например, вы делаете параллельную парковку. Вы остановились, поравнялись, вам руль нужно вправо. Вы выкрутили руль вправо, начинаете движение, пока вы в левом зеркале не увидите вторую фару. Ну, к примеру, условно, да? Так вот, вы ее увидели, нужно остановиться, а только потом выкрутить руль. Что происходит, когда ученик не делает так же, когда он делает движение? Он второй ориентир этот увидел вторую фару, но он продолжает движение. Как только вы ее увидели, у вас колеса в эту долю секунды прямо не встали. Соответственно, пока вы только начинаете крутить руль в прямое положение, и все это время машина продолжает зад подавать вправо, а вам-то уже туда его подавать не надо. После того, как вы увидели вторую фару в левом зеркале, вам уже нужно двигаться прямо. В результате, пока вы поставили колеса прямо, у вас угол должен был быть вот такой, он у вас стал вот такой. Если вы еще поздно крутите руль в конце, вы убираетесь просто задним колесом у бордюр. Все. И люди потом говорят, да что ж такое, я ваш метод смотрю, смотрю ваш ориентир. Вроде бы вы на разных машинах показываете эту парковку, все получается, но у меня не получается. Почему? Вот очень часто причина из-за того, что люди рулем работают в движении, а им надо работать на месте. Поймали ориентир какой-то, вы сначала остановитесь, поставьте колеса так, как вам надо, только потом начинайте движение. Если ваш автоинструктор говорит, что так делать нельзя, спросите его почему. Пусть он вам даст аргументы веские, а их нет, понимаете? Если люди говорят, что там вы трете мне шины, вы мне так рулевую рейку сломаете, я вам могу сказать, я это уже неоднократно ставил пример, у меня на одном автомобиле, Logan, с 17-го года выпуска, я эту машину брал и сразу же оборудовал учебную. То есть, эта машина у меня сыновья учебная. Сколько вы рулем работаете? В повседневности. Вы езжаете с парковки утром, приехали на работу, поработали парковку рулем. Вы езжаете с парковки, приехали, ну то есть, пусть 4 раза вы делаете парковочные действия в день, и вы боитесь там что-то повредить, если вы вдруг будете работать рулем на месте, не в движении. Так вот, на моих автомобилях руль крутится при парковочных действиях по 200 раз в день, потому что каждым учеником мы отрабатываем парковку, развороты в закрытом пространстве, там ласточкин хвост, он его крутит постоянно на месте. Так вот, автомобиль один у меня с 17-го года, пробег 177 тысяч, по-моему, уже. 177 тысяч. 6 лет этот руль крутится на месте. И чё? Ни разу мы не были на ремонте, шины я не меняю каждый год, я только сейчас обновил новый комплект. 6 лет на лете, 6 лет на зиме. Это я вам только одну машину. У меня этих машин учебных много. На всех крутится руль на месте, и ничего им не случается. Поэтому вот эти стереотипы, что там я поломаю себе машину, а мой инструктор учит так, вы вникните.